Приветствую вас на телеканале М1. Я Мария Лопатой. Вы смотрите новости из Венгрии. Коротко о главных событиях дня. Год тюремного заключения присудили четырем мигрантам, которые в январе этого года с 50 товарищами попытались нелегально пробраться на территорию Венгрии. Остановить их смогли только предупредительные выстрелы в воздух. 28 января полшестого на рассвете группа из 50 молодых мужчин совершила нападение на границу Венгрии. Они сломали заграждение, растоптали проволоку и побежали к КПП в Рёске. Один из вооруженных охранников сделал три предупредительных выстрела в воздух. К тому времени подоспели и полицейские, что остановило мигрантов и заставило их повернуть обратно в сторону Сербии. Полиция арестовала пятерых нелегалов, которых в ускоренном порядке представили перед судом. Четверо из них были приговорены к одному году лишения свободы в первой инстанции. Но их адвокаты обратились с просьбой о смягчении, а прокуратура об ужесточении приговора. Суд Сегеда сегодня вынес решение во второй инстанции, поведя связи из-за коронавируса. Суд узаконил приговор о лишении их свободы на один год, а также их депортации на два года из Венгрии и тем самым из Европейского Союза. По мнению суда, обвиняемым было известно, что они не могли вступить на территорию Венгрии на законных основаниях. Но они всё же попытались это сделать. За прошедшие четыре с половиной года, с тех пор, как венгерско-сербская граница охраняется и забором, это были уже вторые массовые беспорядки нелегальных мигрантов у КПП в Рёске. Эксперты считают, что нынешняя волна миграции также опасна, потому что среди мигрантов могут оказаться те, кто прошёл военную подготовку в гражданской войне в Сирии и отправился в Европу уже с боевым опытом. Растёт вероятность возникновения второй волны эпидемии коронавируса. В соседних странах снова вводят ужесточение из-за роста числа и заражений. В Венгрии пока нет в этом необходимости. Однако Национальный центр здравоохранения обращает внимание на то, что состояние готовности по-прежнему сохраняется. Начальная школа имени Святого Имре в городе Мезуиквешт, региона Боршу-Добой-Замплин, закрыта. Руководство в пятницу заявило, что в связи с выявленными случаями заражения коронавирусом принято решение о закрытии учреждения. Присмотр за детьми будет приостановлен. Главный санитарный врач в своём интервью подтвердила, что местная администрация и Национальный центр здравоохранения зарегистрировали рост числа заражённых. Тут же начались тестирования, и у 21 человека обнаружили заражение. Все они, вероятнее всего, подхватили болезнь на школьном собрании. Главврач Центральной больницы на юге Будапешта заявил нашему каналу, что рост числа заболеваний в Европе не является второй волной эпидемии, так как первая волна ещё не завершилась. Он предупредил, что небольшие очаги эпидемии могут появляться когда угодно. «Если ежедневно мы имеем 5, 10, 15 новых заражений, это значит, что бессимптомных случаев может быть в 10 раз больше. Именно поэтому важно следить за ситуацией. Я не думаю, что в Венгрии возможен сценарий Новой Зеландии, когда количество новых заражений долгое время будет держаться на нуле. Только в том случае, если это будет наблюдаться по всей Европе. Но на данный момент ситуация развивается иначе», – отметил Януш Славик. Национальный центр здравоохранения обращает внимание на то, что соблюдение профилактических мер всё ещё необходимо. Януш Адер попросил президентов Украины и Румынии разрешить ситуацию с загрязнением рек Тиса и Сомеш после того, как их наводнили пластиковые отходы из-за паводков в Карпатах. Президент Венгрии обратил внимание Владимира Зеленского и Клауса Йоханнеса на тысячи кубометров мусора, которые прибыли на территорию Венгрии только в этом году. Несмотря на просьбу венгерских властей ни в Украине, ни в Румынии, до сих пор не было предпринято существенных мер против этого опасного и с точки зрения здравоохранения явления. В городе Паннонхалма на северо-западе Венгрии находится одно из самых значительных исторических памятников страны. Бенедиктинское аббатство уникально не только с религиозной точки зрения, но и с точки зрения истории искусств. В монастыре, основанном в конце X века, сейчас проживает около 40 монахов, а также открыта Бенедиктинская школа. Многие владельцы собак ищут пляж, куда можно выбраться с питомцами во время летней жары. Водохранилище Орфю в области Баранья – прекрасный вариант на этом случае. На берегу озера открыт специальный собачий пляж. До Орфю легко добраться, здесь много тенистых мест. Завсегдатые хвалят возможность приехать сюда с домашними животными. И это все на сегодня. Спасибо за внимание. Смотрите нас завтра в это же самое время на канале М1. Всего доброго и спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok